Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да приедет к Тебе. Не скрывай лица Твою от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззыву к Тебе, скоро услышь меня, ибо исчезли, как дым дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. Отглот состинания моего кости мои приткнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, во век пребываешь, и память о Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердившись над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. Услышанный только что о нами Псалом представляет собой, как об этом говорится в первом его стихе, молитву страживающего человека, когда он унывает и изливает пред Господом свою печаль. Блаженный Феодорит Кирский отмечает, что данный Псалом содержит в себе предречение о бедственном состоянии иудейского народа в Вавилоне и о возвращении оттуда, предрекаясь же вместе призвание и спасение язычников. Но приличен он и всякому человеку, который борется с бедствием и испрашивает себе Божьей помощи. Потому что нищим пророк называет всякого, кто имеет нужду в Божьем о Нем промышлении. В самом начале Псалма Святой Царь и Пророк Давид взывает «Господи, услышь молитву мою, и вовь мой да придет к Тебе». Блаженный Августин, накладывая слова молитвы Псалмопевца на обращение к Богу, христиан пишет «Я теперь прошу того, что Ты готов дать. Я прошу неземного, как земной человек. Но, наконец, искупленный из моего прежнего плена, я жажду Царства Небесного». Следовательно, главным содержанием нашей молитвы должно быть прежде всего достижение Царства Небесного, вечных обителей Божьих, по сравнению с которыми все блага мира сего – ссор и тщета. Продолжая свою молитву к Богу, Давид просит «Не скрывай лица Твою от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое». Лицезрение Бога – это самое главное богатство, самое главное сокровище в жизни человека. Блаженный Августин в одном из своих сочинений предлагает следующую ситуацию. Бог является человеку и говорит «Я дам Тебе все, что Ты не попросишь. Наслаждение, власть, славу, свободу, богатство и даже мир душевный и чистую совесть. Ничто не будет грехом, я все разрешу Тебе. Ты не соскучишься и не умрешь, но Ты никогда не увидишь моего лица». И вот это одно «но» обесценивает и разбивает вдребезги все те дарования и преимущества, которые Высший Бог обещает человеку взамен Себя. «Господь не может дать нам счастье и мир без Него самого, потому что без Него счастья и мира просто нет». Разум, быть может, и не принимает этого, но сердце, оно ведь точно знает, что Бог человеку нужен больше всего на свете. Как сказал однажды известный богослов, в каждом человеке есть такая бездонная глубина, заполнить которой может лишь один Бог. И до тех пор, пока мы не прекратим избегать Бога, наше счастье будет оставаться все тем же пустынным миражом, стремиться к которому бессмысленно и бесполезно. Несмотря на все описанные в данном псалме бедствия праведника, он не теряет надежды на Бога и верит в то, что Господь обязательно спасет верных Ему. Псалмопевец пишет, «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время». В этих словах, как и во многих других стихах псалтырии, мы можем увидеть два смысла – буквальный или исторический, или духовный и прообразовательный. В буквальном смысле здесь речь идет, конечно же, о возвращении иудеев из вавилонского плена и новом рассвете иудейского царства. В духом уже плане, под Сионом следует понимать Церковь Христову, против которой противостоят ни много ни мало врата ада. А это значит, что свою миссию, то есть спасение людей, она совершает в весьма сложных условиях. И если бы Господь не поддерживал Свою Церковь, если бы Он сам не стоял во главе ее, она никогда бы не имела успеха. Но мы видим, что Церковь небесплодна и самое веское доказательство тому тысячи святых подвижников, которые ради Бога пренебрегли всем земным и временным. Помню об этом, будем всегда по примеру святого царя и пророка Давида обращаться к Богу во всех тех неурядицах, которые постигают нас на нашем жизненном пути. Ведь только с молитвой к Богу, только с надеждой на Него и Его всесильную помощь мы можем все преодолеть и в итоге достичь нашего подлинного Отечества Царства Божия во Христе Иисусе Господе нашим, Которому слава, честь и поклонение во веки веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова